Я уже завершаю наше служение. Мне писали, говорили о том, что, может быть, мы Эдди тоже хотели бы пожертвовать что-то, может быть, надо было сделать какие-то специальные. Я ответил о том, что, слава Богу, что брат Эдди был еще в нескольких церквях, и там оказали ему финансовую поддержку. Я этому очень рад, что не только наша церковь поддерживает служение брата Эдди, и что еще несколько церквей согласились. И я сегодня хочу сказать, что всем тем, кто хочет участвовать в этом служении и поддерживать финансовое, не только Эдди, но и его семью, то вы еще это успеете сделать. В том плане, что к нам будет продолжать ходить сестра Нина, ей можно, например, что-то благословить, поддержать ее семью, потому что это же одна плоть. К нам ходит Давид, к нам ходит Анна Мария, и мы можем всегда этих детей благословлять, поддерживать. И поэтому, ну, то есть, в этом отношении мы продолжаем. Ну, кстати, Эдди уезжает сейчас ненадолго, потом он опять вернется, и потом опять уедет в более длительное странствие или миссию. Сейчас, можно так сказать, он едет все так четко разузнавать. А едет он в серьезные места, это и Сирия, это и Каира, это Бейрут. Я думаю, что вы понимаете о том, что это серьезные места, очень горячие точки, где мы верим в то, что Господь будет с ним, идти перед ним, и что он в нем, и так далее. И я сегодня хочу также предложить помолиться за финансовое служение, чтобы нам поддерживать служителей, поддерживать миссию, потому что мы являемся частью очень большой миссии, и наша миссия находится во многих странах. Один только пример всегда буду приводить, о том, что с нашей миссии 69 кандидатов готовы войти в Северную Корею. 69 кандидатов, которые вот сегодня, граница откроется, она уже открылась, потому что я уже говорил о том, что в Северной Корее открылся первый горнолыжный курорт, куда приглашают приехать всех. То есть границы Северной Кореи наконец-то пали. И поэтому мы этим обязательно воспользуемся. Я рад быть частью вот этой миссии, которая сейчас входит в те страны, где Евангелие еще совершенно, абсолютно не распространено. Давайте мы помолимся за наши финансы, приношения, пожертвования, десятины. Благослови, Господь, Иоочий, наши приношения. Пусть они, Господь, принесут Тебе славу, Господь Иоочий, чтобы в Доме Твоем всегда была пища, Господь Иоочий, где бы этот дом ни находился.